Недавно беседовал в этой студии с Андреем Делосом, твоим партнером, с которым вы поднимали, собственно, самые культовые заведения Москвы постсоветской. И потом мы немножко с ним поболтали после эфира, и он говорит, когда Антон сам становился к плите, то это были шедеврические вещи, что вот ты повар от Бога. Ты это знаешь за собой, талант? Это семейное или это вот какой-то вот дар? Да нет, Женька, это приобретенное и неврожденное. Но ты по-прежнему готовишь для своих-то? Ты знаешь, я готовлю, я готовлю все время, и это ужасно, потому что к этому начинает быстро привыкать. Начинает быстро привыкать кто, потребители? Нет, ну как, да, в основном семья, дети, и они так всякий раз, очень странно, когда мы путешествуем по миру, и не всегда есть возможность в гостинице этим заниматься, то они как-то так, я говорю, а почему вот это вот, нет, а вот, нет, нет. И они как-то странно стали, не всеядны, как обычно дети бывают, то есть Макдональдсом их не престиж. Но мне это нравилось всегда и нравится сейчас, и я действительно не потому, что я кокетничаю, мне вкуснее дома, мне вкуснее, когда я это делаю сам. Или дело даже не в том, что я это сделал, или кто-то сделал, как мне нравится. То есть вопрос в том, что у меня есть свое представление о том, что там, ну, есть тоже один товарищ мой, и... Ну ты озвучи имя, ты что-то еще проще. Нет, ну это не важно. Ага, ну да. Борис Львович Фейгин. Ага, так. И мы когда-то очень давно, выпивая, пришли к выводу, что, наверное, очень скоро это уже будет делать нельзя, и, в общем, мы станем какие-то возрасти определенными, и, в общем, с женщиной, наверное, как-то все не так будет, все как-то будет по-другому. Но единственное, что у нас останется, потому что он тоже очень любит пожрать, это еда. Это, то есть, вот это у нас никогда нельзя будет отнять. И сейчас вот в этом году, у него, будучи в Майами, мы вспоминали то же самое, и он говорит, тоже, если бы кто-то знал, что это у нас отнимут много раньше. Вот, в борьбе с холестереном, я принимаю таблетки. Все еще возможно, а это уже надо думать. Именно поэтому я так осторожно отношусь к ресторанной пище и пытаюсь во второй половине своей жизни правильно, как мне кажется, питаться и получать от этого максимальное удовольствие, так как времени может быть чуть меньше, чем я предполагал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по пятый год. Продолжение следует...